Работать кистью Константину приходится по 8 часов в день. Студент Витебского технического колледжа летним каникулам предпочел труд. Даже городскую прописку пришлось сменить на сельскую. Задача для его команды – покрасить забор площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Объем большой достаточно. Он сам пошел. Ну, предложили просто. Я согласился, чтобы заработать. Как-то хочется, чтобы не от родителей зависеть. То есть, когда сам, это даже приятно, когда сам зарабатываешь. Сегодня в Сино повсюду кипит работа. Масштаб строительства небывалый. На 7 тысяч местных жителей сейчас приходится почти тысяча рабочих. Строители, отделочники, маляры. В ближайшее время здесь преобразят не только центральный парк, но и городские окраины. Предложили мне это все в колледже, согласился сразу. Приехали, начали работать. Ну, заработка можно не считать, но это так, считайте, как помощь в обустройстве, в благоустройстве Сино. В этом году в райцентре появится много новых достопримечательностей. Одна из них – музей под открытым небом. На примере боевых машин горожанам расскажут о легендарном танковом сражении под Сино в годы Великой Отечественной. И земляке, летчике Александре Горовце, герои Советского Союза. Все полностью преображается. Парк наш преображается. Площадь, улицы. Ну, мы рады, довольны. По дорожности на 100%. Жилье процентов 70 попало. Процентов 50 под капитальный ремонт, остальное текущие. Свои облики, фасады процентов 8 подпоменяют здание. Ровный газон – не единственное, чем порадует горожан новое футбольное поле. По соседству после реконструкции распахнет двери спортивный комплекс, в котором можно будет тренироваться даже зимой. А вот самое долгожданное здание в Сино строят с ноля. Отправляю за угол. В Сино это значит, у человека скоро свадьба. ЗАГС с десятилетиями здесь располагался в приспособленном помещении. Как раз за углом у местного Дома культуры. Но это выражение скоро потеряет свою актуальность. Для молодоженов здесь строят дворец брэксочетаний. В городе решили увековечить и влюбленную пару. Над будущей скульптурой сейчас работают художники. Трехметровые молодожены займут центральное место в райцентре. А первую свадьбу здесь сыграют после уборки урожая. Областные дожинки в Сино соберут лучших хлеборобов. Олег Шапель, Олег Горюнов. Наши новости. Витебская область.